Ребят, всем привет, с вами как всегда Джамбу Макс, и в этом видео я хотел бы с вами обсудить тему, которая произошла на днях с игроками PlayStation. Усаживайтесь поудобнее, не забывайте ставить лайкусики для поддержки контента и подписывайтесь на канал, если вдруг еще не подписались. И да, не забывайте подписываться на мой инсту, поскольку скоро там начнут разыгрываться игры для Xbox. Вот такая вот вам подсказочка. И давайте начнем. Буквально на днях игровая индустрия получила новый скандал вокруг эксклюзива Sony. Как вы знаете, будет новая часть Horizon, и совсем недавно на нее открылся предзаказ. Для тех, кто не следит за новостями, на первый взгляд, все как бы нормально. Предзаказ есть, цена тоже, разные издания, но все-таки насчет изданий образовался некий вопрос. Каким фигом версия для PlayStation 5 и PlayStation 4 разные и для нового поколения на 10 баксов дороже? Ситуация в принципе могла быть обыденной, поскольку на рынке уже существуют игры, которые разделены кроссген-изданиями, та же колда, батла, и если ты хочешь щепотку нексгена, докидывай 10 баксов, и все будет в ажуре. Но в данной ситуации могло быть все нормально, если бы не слова главы PlayStation про бесплатный апгрейд. Да, если что, ранее заявлялось, что такие игры, как Человек-паук Майлз Моралес с новых Horizon, получат бесплатный апгрейд, и ничего доплачивать не надо. И была в принципе вот такая вот песня. Никто не должен остаться разочарованным. Версии этих игр для PlayStation 5 созданы с нуля с учетом набора функций PlayStation 5. И у нас есть способ обновления для владельцев PlayStation 4, чтобы они могли получить версию для PlayStation 5 бесплатно. Кстати, акцентирую на этом слове. Все делается для того, чтобы у людей был выбор, и на самом деле я очень доволен ситуацией. Вот прикольная песня, не правда ли? После этого получилась вот такая вот ситуация, что все-таки никакого бесплатного апгрейда нет. Игроки поняли, что их как бы обманули, ибо сначала заявлялось одно, а по факту стало совершенно другое. И навели немалую шумиху и показали свое фу в соцсетях. В принципе, не прошло и недели, и на эту ситуацию Sony быстренько среагировала и признала свою ошибку. Если что, апгрейд все-таки будет бесплатным, но эта игра будет последней и единственной игрой, которая получит такую щедрость в виде бесплатного апгрейда. Поэтому, в принципе, можете не предзаказывать издание для PlayStation 5, а брать сразу издание для PlayStation 4, и сможете играть этим изданием на плойке 5, плюс даже сэкономите 500 рублей. И да, чтобы ошибок не возникало, тот же самый глава PlayStation подметил, что следующие игры по типу Бога Войны или там Гранд Туризма будут стоить уже плюс 10 баксов, если вы хотите щепотку Нексгена. А, не понял? А, я же заказал доставку Сбермаркета. Да, ребят, если кто-то не знал, у Сбера открылся сервис, где вы можете заказать продукты с магазина. Заходите на сервис, выбирайте ближайший магазин, кстати, еще быструю доставку выбираете, кликайте по товарам, которые вы хотите заказать, заказывайте по моему промокоду, если что, кстати, вам дадут скидку в 200 рублей, от заказа в 500 рублей, плюс доставят все бесплатно. И, короче, юзайте промокодик. А, спасибо. Кстати, сервис удобен для тех, чтобы вы экономите свое время. Просто кликнул, нажал, привезли, все классно. Вот, доставляет, напомню, что 20 минут. Вот, поэтому, если вы хотите экономить свое время, ну, а также, кстати, нормальную завезли. Короче, да, если хотите заказывать качественные продукты, сидеть дома, никуда не выходить, то пользуйтесь Сбермаркетом, классная вещь. В принципе, все мои друзья знакомы пользуются, и я решил попробовать. В принципе, не прогадал. Ну, что, ссылочка про моему промокоду я оставлю, как всегда, в описании, поэтому, уважайте, и давайте продолжим. То есть, да, получилось так, что из-за своей тупости Sony пришлось прогнуться под давлением игроков, но крайний раз, ибо про следующие игры такого обещано не было. Ну, короче, Sony молодцы и дует игроков по полной. Если честно, ситуация с точки зрения пользователей меня обрадовала, поскольку путем массовых усилий они добились, в принципе, того, что было изначально. Просто лично мне очень нравится такая тема, когда игроки реально начинают диктовать условия рынка. Да, не глобально, но все же. Просто возвращаясь, опять же, к Microsoft, то, в принципе, тоже можно было бы что-то сделать, нечто подобное с русской локализацией, но для этого потребуется реально очень много усилий. Вообще, если говорить о ситуации, на мой взгляд, она типична для игрового бизнеса, поскольку много кто что говорит, а по факту получается абсер. В принципе, у майков тоже было такое, и не раз. Но разбирая эту ситуацию, с точки зрения конкуренции, майки в этой ситуации выглядят намного лучше, поскольку, напомню, что тот самый смарт-деливери, который распространяется на эксклюзивы Microsoft, дает возможность не заморачиваться над темой выбора кроссген-издания, а просто купить игру со 60 баксов. Ну или же просто скачать ее по подписке геймпасса и запустить уже на любом устройстве, будь это Xbox One или Xbox Series. И самое главное в этой теме, вы не будете платить какие-то там дополнительные 10 баксов. Просто бесплатный апгрейд. Да, я понимаю, что у Sony не так много денег, как у Microsoft, и для них любая копейка, это копейка на выживание, поддержку компании, ибо они не могут быть такими щедрыми, как американская компания, которая разбрасывается деньгами на покупку чего-либо, направо и налево. Но пользователь, по большему счету, чихать хотел на вот эти вот проблемы компаний. Ему надо подешевле, или хотя бы так, как обещали, без всяких привираний. Если честно, вот такие вот заявления, не по теме, они чаще всего и создают проблемы, поскольку, если бы не ранние обещания, то все, в принципе, могло быть и нормальным. Но, признаться, я все еще не понимаю, почему щепотка якобы нексгена должна стоить плюс 10 баксов. Если сравнить две версии, разницы не будет, как небо и земля. Да, будет более высокое разрешение, допустим, там фреймрейт, но какого фига это должно стоить 10 баксов? Насколько я знаю, на ПК это делается вообще бесплатно и при помощи настроек. Там, подкрутил более высокое разрешение, фильтрацию, еще чего-нибудь. Да, я как бы прекрасно понимаю, что это консоли, но в любом случае, тенденция платить 10 баксов за какие-то не особо заметные улучшения, ну, на мой взгляд, такое себе. Я, по крайней мере, надеюсь, что Xbox так никогда не сделают, ну, хотя, кто их знает. Знаете, беспонтовость переплаты, я, кстати, понял еще с игры Call of Duty Cold War, когда переплатил 10 баксов за кроссген бандл. И в итоге, так и не понял, за что переплатил, поскольку торсировку я не увидел в упор. Да, конечно, если бы я не заплатил эти 10 баксов, я бы встретил кучу проблем, с которыми столкнулись ребята, купившие издание дешевле, но все равно считаю, что это вообще как-то не очень. Да, кстати, ребят, я хотел бы услышать ваше мнение по этому поводу, оправдана ли переплата в 10 баксов или нет, и как вы думаете вообще насчет всей этой ситуации. В общем, жду вашего мнения в комментариях. И да, ребят, хочу напомнить, что у нас есть группа ВКонтакте, в которой вы можете найти актуальные новости, мемы, розыгрыши, поэтому, если вы есть ВКонтакте, обязательно подписывайтесь, ссылочку на группу я оставлю, как всегда, в закрепленном комментарии. На этом, в принципе, у меня все. Если видос вам понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и большое спасибо вам за просмотр. До новых встреч. Так, а теперь у меня просьба к тем, кто досмотрел видосы до конца. Просто у меня такое подозрение, что мои видосы до конца не смотрят вообще. Если вы вдруг досмотрели этот видос до этого момента, то напишите, пожалуйста, в комментариях на с Чипсоны. Я пойму, что вы досмотрели, и сделаю с этого вывод. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok